Сгодно с оперативными дадинами, зараз зерневая культура на Гомешине убрана на 43% поселных площадь. Это позволило отримать 330 тысяч тонн сборья. А про то, в регионе появились новые механизаторы-тысячники. Зараз в этом списке 22 водителей и 5 экипажов-комбайнеров, с некоторыми из их сустрелись наши корреспонденты. У агрокомбинации Полдневы зараз самый экватор. Зерневая культура убрана на половую площадь. Даже в ближайшие дни синоптики не прогнозуются. Тому механизатору есть реальная махчимость убрать палетки с минимальными стратами, а так само повеличить свои уластные рекорды. У минулы 6 вер водителя Александра Коноплеча повиншовали с первой перевезенной тысячей. Кали на дворе не перешкоджая, на протягу дня он рубит по 7-8 рейсов. За одну поездку его мазь перевозить 20 тонн сборжа. Здесь есть год машины. Ну так, подерживаем, ремонтируем. Когда время до уборки перебрали, что я. Думаем, что выдержим уборку. И машина тоже. На рахунку комбайнера Анатолия Кауганова, по стане на сегодняшнюю рейсов было 780 тонн на молочного зерня. Кажут, что в любом случае заповедная тысяча у него будет обовязково. Тем более, что это уже традиция. Неколький сезон он завершает с таким выником. Я в прошлом году тысячу на молочном районе тоже первый тысячник был. Тут тоже подхожу к тысяче уже. Но так нормально все идет. По урожайности зерневых агрокомбинат Паудневый на Гомельщине серот лидеров. Лепший показчик у агрокомбината Холмич Рыжевского района. 54 сентяр из гектара. У гомельщан крыху больше, как 40. Причем таеж пшеница давала и до 70 сентяр из гектара. Мы при посеве и при уходе за зерновыми соблюли все технологии, которые по регламенту. И поэтому мы получаем урожайность, конечно, не ту, которую обхотелось, но где-то в пределах 60-70% от желаемой. Большая среднеобластного покажек и по урожайности рапсу. Хоть это не той выник, на який разлишвали в осенью. На сегодняшний день господарка полностью выконала держзаказ по этой культуре. Остатние зерни пошли перепрасовывать на уластном рапсовом заводе. Александр Серов, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».